Сегодня мы вместе с представителями Государственного пожарного надзора и Сафоновского местного отделения ВДПО приехали в лагерь Орленок. Специалисты провели ряд мероприятий и ознакомили ребят с основными правилами поведения в случае возникновения ЧП. По правилам пожарной безопасности в корпусах, все, наверное, знают, что нельзя пользоваться электрообогревательными приборами, оставлять мобильные телефоны на зарядке без присмотра и, тем более, ни в коем случае спичками или зажигалками пользоваться. Как часто вообще проводятся такие мероприятия? Мероприятия такие проводятся по два раза в смену и днем и ночью, потому что надо отработать эвакуацию детей как в дневное время, когда все видно, так и в ночное время, чтобы в случае пожара избежать гибели и травматизма. Как вообще ребята реагируют? Ну, ребятам интересно очень. Они любят посмотреть и технику пожарную, примерить одежду. Кроме всего, здесь прошел конкурс рисунков, темой которого, конечно же, был огонь и правил обращения с ним. Ребята активно включились в участие и перед жюри стояла непростая задача определиться с победителями. Следующее у нас два вторых места. Пшеничная Варвара, четвертый отряд. И Колоскова Полина, четвертый отряд. Рисунки. Проводим инструктажи о правилах противопожарной безопасности, о соблюдении правил, чтобы меньше было происшествий. Также у нас еще проходят конкурсы. Это «Юные таланты за безопасность», «Останови огонь» – это конкурс рисунка, «Горячие сердца», где участвуют дружины юных пожарных в всех учреждениях, желающие, и КВН. Помимо конкурса и беседы, ребята попробовали себя и в роли пожарных, и примерили костюмы. Мы всегда их берем на такие вот мероприятия, как в лагере, либо в детском саду, проводим эстафеты. Сейчас у нас чуть с погодой не повезло, конечно. А так обычно у нас проводятся эстафеты, всякие викторины, и дети одевают детские такие боевки, бегают с рукавами, тушат условные пожары. И как отдыхаете? Хорошо, очень весело. Погода, наверное, немножко подвела? Да. Скажите, вот о сегодняшнем мероприятии, как вам, понравилось вообще? Да, очень интересно и познавательно.